И еще один. Вон остался, Константин. Радионаблюдение. Нет. Погоня за сполохами или сполохами? Да, сполохами. За сполохами. Погоня за сполохами. Сейчас уже ночи темные, скоро нас ждет полярная ночь. К сожалению, сегодня облачно, поэтому наши гости не смогут это увидеть. Но периодически, в конце октября, условия такие, что удается увидеть полярное сияние. Прямо в городе. Вот так мы живем. Выходишь, смотришь. Привожу пример из энциклопедии XIX века Баргауза и Ефрона. Иллюстрация автора, который на севере неба, он себе вот так в описании представлял. То есть северное сияние должно было выглядеть вот так, достаточно активно. Не знаю, мне лично не доводилось вот такое видеть. Доводилось ли вам видеть это в городе или за городом? Возможно, здесь фантазия у нее немножко разыгралась. Значит, здесь даже целая статья. Вот я Том открыл. Он как раз начинался с статьи «Полярное сияние». По-латински сияние называется «Аврора» в честь греческой богини Зари. Поэтому есть такой термин «Авроральные явления». То есть это все, что связано с полярными сияниями. И у нас в Мурманской области проводится даже международная научная конференция «Физика авроральных явлений». Проводится она в городе Апатиты. Но об этом мы увидим. Почему так? В этой же книжке XIX века приводилась вот такая вот диаграммка. Здесь показана вероятность встретить полярное сияние. То есть где вы можете его увидеть, и по мере приближения на север вероятность увеличивается-увеличивается, а потом раз, она резко падает. То есть вот на северном полюсе полярное сияние вы не увидите. А вот здесь, например, в Мурманске увидеть его достаточно вероятно можно. Люди давненько заметили, еще в XVIII веке наблюдения показывали, что в моменты, когда мы видим полярное сияние, еще и стрелка компаса, оказывается, начинает подрагивать, либо начинает как-то отклоняться. То есть мы бы сказали, что какая-то некая магнитная аномалия возникает, которая связана именно с процессом полярного сияния. Вопрос интересный. Этим вопросом заинтересовался король математиков Гаусс. А он занимался на самом деле не только математикой, много чем. Он занимался физикой, картографией. И вот в прикладных задачах картографии у него возникла идея такая, что на морские карты, которыми штурманы пользуются, нужно наносить данные о магнитных аномалиях. Для того, чтобы эти аномалии исследовать, он предложил построить сеть магнитометров. Это идея 19 века. Значит, простейшим магнитометром была бы стрелка компаса, которая могла бы поворачиваться не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной. То есть это так называемая магнитная бусоль. Здесь показаны приборы 19 века. Значит, и вот уже во второй половине 19 века было открыто интересное явление. То есть физик Максвел установил свои уравнения, которые описывает электромагнитное поле. И путем обработки данных было получено... То есть смотрите, у вас есть сеть магнитометров, то есть сеть компасов. Вы смотрите на их показания. И математически по уравнению Максвел вы выясняете, где находится источник поля. Оказывается, один источник поля находится под землей. И этим никого, в принципе, не удивили. То есть, в принципе, было понятно, что земля является большим магнитом. Да, и компас так работает там со времен китайцев. Но оказалось, что есть еще один источник магнитного поля, который периодически появляется. И он находится не на земле, он находится в космосе. То есть это открытие 19 века, которое было сделано абсолютно математическим образом путем обработки данных. Значит, вот здесь приводится картинка из численной модели Цыганкова, который работает в Санкт-Петербурге. Значит, это как выглядит магнитное поле Земли примерно. Значит, кроме магнитного поля самой Земли, значит, есть еще и налетающее магнитное поле со стороны Солнца. Упомянутая сеть магнитометров существует до сих пор. Она развита и работает под эгидой международного проекта Интермагнет. Вот здесь показана небольшая карта, интересующие могут по QR-коду перейти на заглавный сайт этого проекта. К чему я это говорю? Дело в том, что большинство современных научных экспериментов, они устроены таким образом, что данные никто не скрывает. Они есть в открытом доступе, и вы вот сейчас, находясь здесь, в Мурманске, можете спокойно зайти на сайт, посмотреть архив данных там за десятки лет. И если вас интересует, можно заняться обработкой данных, поковыряться, найти какие-то интересные вещи. Вот данные для те места, где находятся магнитометры, называются геофизические обсерватории. Как вы видели на карте, геофизические обсерватории есть и в Мурманской области. Вот там они обозначены, и у наших соседей по Скандинавии тоже есть. Значит, любое отклонение магнитного поля называется К-индексом. Оно безразмерное, просто примерное. То есть, если магнитное поле изменяется сильно, то и К-индекс делается достаточно большим. И дальше Интермагнет, они публикуют раз в три часа, публикуют усредненный по всей планете так называемый планетарный К-индекс, или сокращенно говорят КП-индекс. К чему это? Если есть возможность, вы можете зайти в интернет, найти КП-индекс онлайн и посмотреть. Если КП-индекс увеличивается и становится больше 4, то стоит ожидать вероятность появления полярных сияний. Если он ниже 3, то можете про это даже не думать. Значит, вот здесь вот на слайде, наверное, у меня слишком черное на черном. Значит, здесь были нарисованы несколько линий, где показано, что при различных значениях КП-индекса можно увидеть полярное сияние. Ну да, в Мурманске никого этим не удивишь, но если КП-индекс превышает девятку, то полярное сияние можно и чуть ли не в Москве увидеть. Но такие явления происходят крайне редко, но исторически они зафиксированы. Но, собственно, что является причиной? Причиной этого явления является опять-таки Солнце. Вот этот наш не только источник энергии, но и источник продукты работы этого термоядерного реактора, про который мы говорили. Этими продуктами являются выбрасываемые частицы. Это электроны, протоны, ядра гелия. Все вместе они летят, причем не просто так, а вместе с магнитным полем. То есть вот эта плазма, выбрасываемая со стороны Солнца в виде протуберанцев, захватывает магнитное поле и вместе с ним летит к Земле. Солнце находится на таком расстоянии, что свет от Солнца до Земли доходит за 8 минут, а вот этот поток выброшенной плазмы движется примерно 3-4 дня. Этот поток плазмы с магнитным полем, он, собственно, называется магнитным ветром. Значит, вот здесь вот показана схема магнитного поля Земли. Значит, у него есть вот такие вот воронки. То есть сама конфигурация магнитного поля такова, что часть Солнечного ветра может в эти воронки, или по-научному называется они Каспы, попасть. И вот эти силовые линии магнитного поля проецируются как раз-таки в нашу приполярную область. Ну, собственно, нам вот и удается увидеть вот это вот взаимодействие Солнечного ветра, который в эту магнитную ловушку попадает и проецируется прямо на наш город, если вы видите полярное сияние. Значит, ну, на самом деле я достаточно упрощенно рассказал. Почему? Потому что там часть плазмы захватывается, находится в хвосте. Здесь основной является сила Лоренца, про которую вы, наверное, слышали правила левой руки. Здесь можно выяснить, какие там токи идут, и дополнительные магнитные поля возникают. И вот теперь смотрите, мы сказали, что от Солнца до Земли Солнечный ветер проходит за 3-4 дня. И на самом деле мы можем выставить некого дозорного, дозорный патруль поставить перед Землей. И это так сделали. Есть так называемая точка Лагранжи, это точка, в которой сила притяжения к Земле и к Солнцу равна. Она находится на расстоянии примерно 1,5 миллиона километров от Земли. Ну, представили, 150 миллионов километров до Солнца, а здесь всего лишь 1,5, то есть 1 к 100 получается, да. Но, тем не менее, вот получается, Солнечный ветер, если проходит эту точку, то до Земли остается где-то еще 30-40 минут. Ну и плюс можно что-то добавить на взаимодействие с магнитным полем в хвосте. Вот. Значит, здесь вы видите ссылку на международный такой проект, СОХА, называется Solar in Geosferic Observatory. Это космический аппарат, который уже несколько десятков лет находится в этой точке Лагранжи. На нем стоит несколько телескопов, которые наблюдают за Солнцем в оптическом, гамма, ультрафиолетовом диапазоне. Эти все данные, они с небольшой задержкой, может быть, в час или в полтора, они выкладываются вот здесь, на этом ресурсе. Вот эти картиночки вы можете открыть сайт и посмотреть, да. Это не сегодняшняя картинка, она с небольшой задержкой. То есть можно посмотреть и солнечные пятна, и магнитные аномалии, которые здесь вот с поляризацией света связаны с магнитным полем и так далее. Это вот картинки коронографов, здесь искусственное как бы затмение делается. Не видели затмение на прошлой неделе? Мы вот с группы пытались, частично увидели, дальше погода помешала. Ну так интересно. А вы в курсе, что затмения, они сразу парами бывают? Значит, соответственно, через две недели от того должно быть следующее затмение лунное, 8 ноября, да. Поэтому следите за этим. Так, значит, ну еще что можно сказать. Значит, существует мировой центр обработки данных, ссылку на него вы видите. И здесь собраны данные по так называемой Space Weather. Есть такой термин англоязычный, космическая погода. То есть это все, что связано с процессами, происходящими вот здесь вот в ближнем космосе. То есть плазма, токи, магнитные поля. Чем это интересно? Дело в том, что наши космические аппараты и космонавты как раз в этой плазме находятся. Поэтому это влияет на аппаратуру, на спутники и так далее. Ну и у нас, собственно, есть полярный геофизический институт. Вы слышали про него? А он от технического института здесь недалеко находится. Вот буквально в соседнем квартале. Значит, вот это кирпичное красное здание, полярный геофизический институт. На самом деле у института два здания. Одно из них находится в городе Апатиты. Вот, и есть, ну как минимум, одна действующая геофизическая обсерватория в Апатитах. И на Шпицбергене тоже есть геофизическая обсерватория. Значит, здесь на сайте есть данные различной аппаратуры. В частности, есть вот так называемые all-sky камеры. Камеры всего неба. Значит, вот здесь показан пример, как такая камера устроена. Значит, вот камера находится наверху, а здесь такое зеркало сферическое стоит. Значит, и камера позволяет таким образом снимать как бы обзор такой полностью панорамный. Ну и существуют другие варианты с линзой, с рыбьей глаз и так далее. Здесь должна была быть гифка, но не получилось. Значит, здесь мы видим как раз-таки полярное сияние, которое как раз раньше на Руси называли сполохами. Сполохи — это полярное сияние. И вот такие картинки, они, соответственно, сохраняются в архивах, но их неудобно обрабатывают, поэтому поступают следующим образом, строят так называемую кеограмму. Дело в том, что полярное сияние в пространстве сориентировано по магнитному полю с запада на восток. Вы обращали внимание? То есть никогда не бывает так север-юг. Оно всегда примерно запад-восток, но с какими-то изгибами бывает. Поэтому если здесь провести небесный меридиан, линия, которая соединяет север, зенит и юг, и вот просто вырезать из картинки такую узкую полосочку и накапливать ее в течение суток, у вас получится кеограмма. Если там были зеленые пиксели, значит, было и полярное сияние. Соответственно, можно что сделать? Можно написать какой-нибудь скриптик на питоне, который будет загружать картинку, искать там зеленые пиксели, соответствующие нужному моменту времени. Ну и сразу, а данные где взять? На тех архивах, которые я показывал. То есть скачиваем оттуда данные, обрабатываем, и можно дальше строить корреляции данных кеограмм с, например, данными спутниковых наблюдений, чтобы предсказать это. Значит, на сайте Полярного геофизического института существует в открытом доступе модель так называемых высыпаний, то есть вот это вот овал сияний, то есть в котором можно увидеть явление. Но, возможно, более удобным с точки зрения интерфейса является вот модель, которая разработана американскими коллегами. Вы, наверное, все слышали про НАСА, да, Национальное аэрокосмическое агентство, а есть вот такое вот НОА, Национальная океаническая и атмосферная администрация, это аналог нашей метеослужбы. Она объединяет не только метеостанции, но и различные исследовательские институты, университеты. И вот на одном из сайтов НОА есть вот такой Аурора Фоказ. Ну вот вы уже понимаете, Аврора это сияние, фоказ прогнозы. Значит, и что мы здесь видим? Мы видим, вот он, получается, овал. Во-первых, сияние. Если вы видите сияние в Мурманске, значит, полярники в Антарктиде могли бы его тоже видеть. Единственное, не стоит забывать, что у нас полярные ночи, а у них там полярный день, наоборот, да. Вот, но само явление происходит, просто днем мы не видим полярного сияния, потому что засветка от Солнца, она выше превосходит это. Вот так полярное сияние выглядит из космоса. Прям вообще здорово. Вот, и стоит пояснить, что высота, на которой происходит это явление, составляет около 90 или 100 километров. То есть, когда мы смотрим на полярное сияние, мы, по сути, заглядываем в космос. Это вот та самая условная граница кармана, 100 километров выше которого считается, что там космос. Вот, и 100 километров такая, как бы, недостижимая для самолетов высота, но слишком низкая для спутников. Вот, полярные сияние бывают не только на нашей планете, они бывают в Солнечной системе, на тех планетах, где есть мощное магнитное поле. Здесь, в частности, можно привести пример. Видите, картинка полярное сияние на полюсах Сатурна, полярное сияние на поверхности Юпитера. Вот, ну и заканчиваем мы тем, что, заглядывая, смотря на полярное сияние, мы, по сути, смотрим вот на эту самую границу космоса. Если вам это было интересно, ссылки были, можно задавать вопросы. Ну, а для дальнейшего развития, я, например, рекомендую обратиться в научно-исследовательскую группу Мурманского арктического государственного университета к профессору Намгавадзе, где занимается численным моделированием, компьютерным моделированием процессов в околоземном космическом пространстве. Если вам это интересно, то выбирайте это направление, приходите в МАГУ. Спасибо.